Народное славянское радио 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 В общем-то, наверное, это правильное решение. Здесь уже в твою сторону идут писания «Вестник богов» в эфир. «Здравие, Василий, выражая благодарность и уважение тебе за твою информацию и собирание средств и помощи на строительство дома для Сергея. Благодарю тебя тоже скромно, посильно поучаствовало в нём в свою лепту, а также, что ты проявил себя на деле как русичный, как друг Сергея. Всех благ тебе и вечной память великому воину Руси Сергею Данилову». А на твой взгляд, кем вообще был Сергей в жизни как славянского мира, так и в твоей личной жизни? Что ты о нём можешь доброго вспомнить и сказать? Для меня, вообще, если честно, браться, для меня было честью лично быть знакомым с таким витязем земли русской, как Сергей Александрович Данилов. Я уже в своём маленьком видео, которое выпустил по поводу его смены мерности, сказал, что Сергей Александрович Данилов в моём мире, в моём понимании, в 2013 году, ну, может, конечно, раньше, он ещё этим раньше занимался, перевернул, точнее, перенаправил вектор развития России. Он перенаправил вот этот вектор развития России в русло Руси. Понимаете, в чём дело? Вот эти видео его, которые мы с ним заснимали в Москве тогда, я считаю эпохальными от слова «эпоха», потому что действительно сейчас пошла эпоха, наконец-то, местного самоуправления, когда люди начали говорить о копных мужах, о земщине как таковой, о вечевом праве, вот, когда люди начинают осмысливать, что есть такой копный муж. И вот его последнее видео, где он говорил, что есть человек, есть гражданин, то есть люди действительно стали мне писать интересные письма. Они стали задумываться о том, что существуют действительно такие вещи, о которых никогда никто не задумывался. И для меня лично, Сергей Александрович, учитель, который позволил нашему русскому миру повернуть вектор именно в сторону Руси как таковой, я имею в виду не в «были», а вот, как бы это сказать-то, а я имею в виду в том смысле, что мы обязаны вспомнить самих себя, мы обязаны принять самих себя, осознать самих себя, взять ответственность в свои руки и в полном смысле слова возродить Русь на нашей земле. Вот, собственно говоря, кто такой для меня, Сергей Александрович Данилов, это человек, который сумел таки развернуть вектор развития из России, не знаем, а там куда ещё дальше, но вот именно в сторону Руси. Многие люди разные говорят о России, о Руси, просто я хочу, чтобы меня правильно все поняли, и те, кто говорит, что в России это хорошо и плохо, и те, кто говорит о Руси, что это хорошо и плохо, я просто имею в виду то, что в конце концов, когда мужи начинают понимать, что они мужи, от них только всё зависит, а более ни от кого, ни от каких-нибудь пришлых, от каких-нибудь дядей, то вот в этом смысле Сергей Александрович внёс невероятную лепту в быль, скажем так, Руси нашей сегодняшней. На самом деле было много высказываний, очень достаточно интересных, которые заставляли людей думать, тем более он всегда это подавал с определённой такой насыщенностью, направленностью, уверенностью. Она подкупала многих и многих заставляла слушать. И даже когда он выступал в каких-то местах, где, казалось бы, его слушать были просто не готовы по каким-то причинам, ему удавалось, на мой взгляд, пробивать, пробивать вот эти стены непонимания, доносить информацию. Я думаю, что несколько таких видео есть в интернете, когда он своим умением говорить это делал. Но опять же были недоброжелатели, которые посчитали, что он зря ввязался в какие-то действия, связанные с финансовыми вопросами по поводу ДНР, ЛНР. Такой очень скользкий вопрос. Я не знаю, стоит ли нам вообще это сейчас рассматривать. Но то, что неоднозначно воспринимался он в славянском мире, и даже если сейчас мы не будем разбирать эти примеры, тоже такое есть. А как ты думаешь, вообще неоднозначность – это показатель чего? Показатель силы, то, что человек знает, что он делает, и он не червонит, что всем нравится. Или наоборот, неоднозначность – это что-то такое, что означает, что он ещё сам в чём-то не разобрался. Вот на твой взгляд, почему такая неоднозначная была реакция на этого человека? Да, на мой взгляд, сегодня мир вообще неоднозначен. Сегодня мир очень многогранен, многоуровневый сам по себе. И отсюда Сергей, он же наше отражение на самом деле. Какие мы, такой он. Какие он, такие мы. Собственно говоря, тут, вы думаете, многое не нужно. Конечно, всегда Сергей Александрович со мной в личных беседах, когда мы с ним разговаривали, не секрет, что я возрождаю Воронежское земное со Средней Дони, я всегда с ним консультировался и говорил, Серёжа, вот смотри, у меня есть ребята, которые хотят пойти вот таким-то, таким-то путём. Потом у меня есть группа, которая идёт вот таким-то, таким-то дорогой такой. И он мне всегда говорил, Вася, самое лучшее, говорит, что можно сделать, это системно, системно, абсолютно во всех векторах, абсолютно во всех направлениях, то есть со всех сторон, говорит, нанести вот, ну, скажем так, образный удар по этой системе. То есть не идти, скажем так, одной дорожкой проторенной какой-то или новой, а когда вот системно, вкупе, все вместе. К примеру, Анастасиевцы своим путём, Левашовцы своим путём, я не знаю, Нодовцы своим путём, но сообща вместе, мы должны бить по всем фронтам, скажем так, по всем. Это всё равно, что он часто сравнивал это с, вот в армии, как и есть, наземные войска, воздушные войска, там морфлот и всё тому прочее. То есть вот, собственно говоря, вот такой вот ответ. По традиции в заключении принято говорить что-то доброе и вечное нашим радиослушателям, но сегодня у нас необычный эфир, необычная программа, поэтому я предлагаю поступить так же, как мы в своё время сделали в эфире, посвящённый Светлане Васильевне Жарниковой. От себя сказать ему что-то доброе и светлое. Я думаю, что ему это сейчас будет очень важно. Я от себя хотел бы сказать Сергею Александровичу, во-первых, земной поклон. Опять же, для меня было великой честью быть знакомым с тобой, Сергей Александрович. Я очень-очень обязан своими знаниями тебе. И на самом деле я верю в то, что буквально годика два-три, но от силы пять земства на Руси воссияют. Народ славянский воссоединится, единый народ. И я верю, что Сергей Александрович Данилов, Серёга, ты скоро воплотишься где-нибудь, каким-нибудь мальцом-юнцом, и когда-нибудь мы снова пересечёмся. Обязательно. Благодарю тебя за тёплые слова. Благодарю, что ты пришёл к нам сегодня в эфир. От себя я вот что скажу. Каждый русич, каждый родович тем отличался от других, что он заботился о земле Матушки, заботился о своих родах не потому, что он боялся, а потому, что он понимал, что он может в любой момент воплотиться в своём роду или в близком родственном роду. И всё, что он здесь сделал, придётся ему на себе испытывать. Хорошее дело будет хорошо, плохое дело будет плохо и придётся пополнить, пахать. Поэтому осмысленный человек, здравомыслящий, живёт по совести, потому что он знает, что ты, главное, мирила, и что за каждый свой поступок, за каждую мысль придётся отвечать перед собой, перед своим родом, перед высшими богами. И только сам он себя будет наказывать, только сам он себя будет поощрять и сам будет отвечать, готов он идти дальше или не готов. Сергей был воином на этой земле, в этом воплощении, которое у него закончилось. Сергей был человек целенаправленный, который отдавал себя, может быть, с ошибками где-то, может быть, без ошибок, не нам это судить, но он отдавал себя тому делу, за которое взялся. Он взялся за гуш и был в нём дюж. Вот я желаю всем, кто нас слушает, быть такими же, как он, браться за то дело, которое необходимо сейчас родам, самому человеку и державе. Помнить о том, что мы всё-таки родовичи. Нам придётся это всё делать самим, нам придётся на себе это всё испытывать в дальнейшем. Сергей, сварка тебе при чистых. Желаю вам всего самого доброго, друзья мои. Василий, благодарю тебя за участие. До новых встреч. Услышимся. Всех благ. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...